I have ways of blowing things up. Слепстрим. Стальные лопасти винта с логотипом Слепстрим. Что это? Узловой блок памяти. Я заберу. Спасибо. Тут у нас есть куча вещей, на которые мы понажимали. Деньги я тоже заберу. У меня скоро накопится на вторую ночевку, чему я несказанно рад. Три реала! Да, смотрите, мне не хватает вообще каких-то копеек буквально, чтобы заночевать здесь еще один день. Хорошо, панель проекта Кошмар. Луч фонарика скользит по зеленой доске, покрытой каракулями, набросками и схемами. Ровно какая-то древняя наскальная живопись. Некоторые надписи со временем стерлись, однако то тут, то там можно различить целые фрагменты. К доске приклеены фотографии и рисунки. Посмотреть рисунки. Похоже, эти грандиозные существа с заостренными ушами. Ну, эльфы, типа. Ладно. Представители другого вида фельвов. Вот тут эльфы-фельвы. Прикольно. Ты узнаешь осенних свечных фельвов мастеров восковой магии. Здесь нарисованы полупрозрачные фельвы, у которых внутренние органы просвечиваются сквозь кожу и даже эфирные фельвы, прошедшие из бесконечной пустоты звездного пространства. Решедшие. Одна из этих фельвов пусть личность... А, это драма. Черт, как тяжело драму читать. Одна из этих фельв пусть личность вашу воплощает. Теперь не просто человек вы. Фельв. Один из фельвов возвращается над остальными... Возвыш... Возвышается, да. Над остальными, похоже, он чем-то отличается. Рассмотреть. Это кажется важным. Так. Это Варахамира. Высший фельв. У него белое лицо, покрытое шрамами, словно потрескавшийся мрамор. Этот фельв определенно является сторонником идеи расового превосходства. Рядом с ним прописано. Останутся только фельвы. Все остальные расы должны быть уничтожены. Где-то я такое слышал. Гульдуры, гномы, люди, даже безголовый народец. Все уничтожены. Представьте себе мир, в котором были бы только фельвы. Зеленые фельвы, лютые фельвы и высшие фельвы, чтобы править всеми. Неважно. Отступить. Так. Фотографии. Калаш составлен из фотографий пустынных ледяных пейзажей. Бесконечные ночи. Вечная мерзлота и ледники. Мертвые деревья, изнывающие под тяжестью снега. Целые океаны льда. От побережья до побережья. Изображения поселения, разместившихся в высокших руслах рек и опустевших разгар бури. Трупы животных в отьме, скелеты и кости. Среди ледников какой-то барийские гногры. Кто-то установил примитивные буровые вышки. Юрты в снегу, огромные вьючные животные, похожие на мамонтов. Как круто, что у меня энциклопедия прокачана. Блин, я многие вещи отсюда реально знаю, мне интересно. Электрохимия. Несмотря на тьму и холод, эту картину можно назвать по-своему уютной. Как Эгноги или Морфий. Долгожданная передышка. Отдых от реального мира. К доске прикреплены отрывки, на которой... Открытка, на которой написано. Сценарий тепловой смерти. Солнце покидает мир Вирала, отправляясь в путешествие по вселенной. И все вовлекаются в отчаянную борьбу за геотермальную энергию. График. Это ежемесячный календарь на 50-й год. Расчерченный маркером, слегка заполненный такими таинственными символами, как спринт, ежедневная летучка, GPI... Ежедневная летучка это... А, все, 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 все сошлось в голове. Там же была надпись в прошлой серии, мы с вами читали. Величайшая RPG, разработка величайшей RPG в мире. Ха-ха, грандиозный план по производству, зарабатыванию денег. Ребята, это студии игроделов. Все, до меня дошло. Это их, типа, мир, который они разрабатывали. Тут стоят компьютеры, серверы. Все, все, все. Фу, фу ты, блин, до меня наконец все дошло. Немного похоже на график учебного процесса, только немного брутальнее. Потому что это рабочий процесс. Летучка это такое небольшое совещание. Честь организационного процесса, который называется БЕГ. Несколько лет назад его хотели внедрить в участок 41, но ничего не вышло. Продолжить читать. Что же произошло? С течением времени цифры в ячейках встречаются все реже и реже. В последние дни доска становится похожа на пустое заснеженное поле, где прорастают лишние удачи и сожаления. Похоже, проект оказался не очень успешным. Жаль. В левом углу доски примечания. Подробности на узловом блоке памяти с производственным графиком. Ага, понял, хорошо. Посмотреть заметки. Рукописные заметки можно разобрать только частично, но тебе удается прочитать три заголовка. Звони, отключайся. Покинуть мир Вирала и тепловая смерть Вселенной. Полный текст заметки. Тепловая смерть Вселенной это новый тренд. В другой заметке сказано. Самый грандиозный прорыв в ролевых играх с 30-х годов. Снаружи холодный ветер окутывает здания со всех сторон, кружат снежинки. Пожилая женщина проходит мимо так называемой проклятой торговой зоны. Она изо всех сил старается не смотреть в окна книжного магазина. Это было бы опрометчиво. Так. Предметы. Я думаю, что его можно будет подключить. Хорошо. Давайте мы, кстати, взаимодействуем с пулей. Мы в прошлый раз этого не сделали. Деформированная пуля. Пуля надежно запечатана в пластиковый пакет с символом РГМ. Ким нанес на ярлык номер предмета, номер дела, а также место и время обнаружения пули. Что же мне с тобой делать, пуля? Сплющенная фигнюшка не имеет ни малейшего понятия. Спасибо. Визуальный анализ. Я знаю, нужно найти оружие, из которого выстрелила пуля. Съесть. Пулю. Ага, сейчас. Найти оружие, из которого выстреляли. Продать и получить прибыль. Ха-ха. Это моя подруга. Я буду с ней говорить, она стоит мне компания. Найти оружие. Новое задание. Спасибо. Похоже на работу настоящего полицейского детектива. Сперва тебе нужно разузнать все, что только можешь об этой малышке. Потом найди оружие, из которого стреляли и его владельца. Вот и убийца. Дело в шляпе. Потрогать пули через пакет. В местах разрыва гильзы образовались острые грани. Пуля холодит даже сквозь пакет. Как правило, ты не имеешь дела с гильзовыми патронами. Гражданские милиции используют только литые пули. Маленькие шарики, заряжаемые через дуло. Обычно в кассете. То есть у нас такое оружие. Изучить пулю внимательней. Оболочка сделана из желтоватого металла. Она раскрылась как цветок, демонстрируя темно-серую сердцевину. Диаметр основания около 5 мм. Смотрите оболочку. Ближе к основанию можно с утра защищать несколько бороздок. Волос толщиной продольный. Кажется стандартный. Кстати, я нашел крутое место для разглядывания пули в полной темноте с фонариком. Хорошо, сердцевина. От пули мало что осталось. Остальные отдельные осколки застряли вране. Чем интересна эта пуля на данный момент? Это гильзовая пуля около 5 мм в диаметре. Такими стрелят из армейских казнозарядных винтовок, а не из дульнозарядников. А, в смысле, все-все-все, я понял. Которые заряжаются. Распространенных на улицах Мартинеза. Ну-ка, координация. Сейчас. Очень интересно. Ты держишь в руке весьма необычную армейскую пуля. Осталось найти оружие, с которого сделан выстрел. Координация. Попытаться определить, с какого оружия был произведен выстрел. 17%. Ну, понятно. Ты не понимаешь, что произошло на прошлой... Не помнишь, что произошло на прошлой неделе. Еще ты решил, что сможешь вспомнить какие-то загадочные виды огнестрельного оружия. Убрать. Хорошо. Записка на холодильнике. Взаимодействовать давайте. Записка написана на разлинованной офисной бумаге синим карандашом. На листке остались следы от магнитов. Прочесть записку. Кто-то нацарапал на листе. Не могу поверить, что вчерашняя копия все еще здесь. Безграмотный рыжий шкет продолжает таскать вещи из студии. Поэтому мне пришлось спрятать ее в надежном месте. Ты найдешь узловой банк памяти с внешней копией в замерзшей машине для производства мороженого. Пожалуйста, забери его домой как можно скорее. Это важно. Я бы сам это сделал, если бы у меня в берлоге был морозильник. Так, погоди, это становится интересно. Судя по всему, кто-то по имени Сулеслав. Фига себе. Логично предположить, что это был владелец компьютера. Спасибо, умник. Что такое узловой блок памяти? В записке об этом ни слова. Хорошо. Это часть радиокомпьютера. Неиспользуемые блоки хранятся при минусовой температуре. Ого. Похоже на произведенный график, который ты нашел только. Это внешняя копия. Безмозглый рыжий шкет. Кто это? Это, конечно же, в записке об этом ни слова. Я знаю, кто это. Серьезно? Может, рискнет тебе пуститься в догадки, детектив? Ты про куна? Гениально. Ну, понятно, что это был он. Что за замерзшая машина для производства мороженого? Где-то в подвале на темноте. Мороженое. Ну, в смысле, холодильник. Брать записку. Хорошо. Так. Фотография. Это мы посмотрели. Магнитики. Кстати, фотография пары. Открытка. Одежда. Так, так, так. Инструмент. В принципе, меня пока все устраивает. И в 5. Где остальные части брони? Отправляйтесь к портовым поворотам и спросите общительного... Да, да, да. Кстати, к Маньяне надо еще сходить. От нее несет смерть и... А, искупаться. Понятно. Найдите орудие убийства. Понятно. Хорошо. Это то, что у нас обновилось. Вот эту штуку мы хотели включить, но сначала я предлагаю сходить еще вот сюда. Защитный экран. Перед тобой словно раскрытый веер выгибается железно-защитный экран. Он занимает половину помещения и полностью перекрывает путь из политских размеров промышленный дымоход. Постучать. То, что ты делаешь, очень странно. Ничего не происходит. Постучай сильнее. По-прежнему тишина. Никого не дома постучать. Еще сильнее? Ай. Больно. Я бы сейчас умер, если что. Оказывается, этот экран удивительно твердый. У тебя заболела рука. Блин, черт. Мне все-таки пришлось подлечиться. Печаль. Кто же здесь живет? Половицы скрипят. А здесь кто-то живет. Открытка дельта 51. Потом осмотрим обязательно. Есть вариант. Погодите, ребят. Инструменты. Ломик. Уйти. Так, ну не ломик, а эти. Вряд ли, конечно. Ладно. То есть тут есть второй этаж. Тут кто-то живет, и тут есть какая-то дверь. Хорошо, запомним это. Жаль, что пришлось хилку использовать. У меня их осталось всего две. Вы слышите вот эти вот звуки, которые... Концептуализация. Похоже, кто-то пытался поменять концепцию своего предприятия. Я не понимаю. Гляди. На лыжах и на лопастях прилиплены на один тот же логотип. Слип стрим. Похоже, что начали они с производства чего-то одного, но по делу не пошло, и они переключились на другое. Ну да, они потом начали заниматься играми. У нас остался вопрос, с чего они начали. Так, так, так. Ну-ка. Хороший вопрос. Какой странный скачок воображения. Увы, в конце концов у них так ничего и не вышло. А жаль. Это просто... Так, давайте вот это вот. Реальность безжалостна. Согласен абсолютно и полностью. Опять. Тут у нас больше ничего нет. Я сейчас обязательно включу компьютер. Я хочу еще вот эту штуку посмотреть. Мы вот это смотрели, теперь вот это надо, да? Частотный камин. Старый, покрытый сетью линий, нарисованных синими и красными маркерами, словно кровеносные сосуды под альбатросовой кожей. Веет чем-то призрачным, подозрительно древним. Ха, спасибо. Спасибо. Просто ни за что. Все это напоминает кедранскую мозаику. Очень по-пизантийски. Полагаю... А, погоди, откуда я знаю, как должна выглядеть кедранская мозаика? Урок истории. Ученик сидит с открытым учебником, изучает истоки нашей цивилизации. Солнечный свет подчеркивает красоту акварельной голубой мозаики. Понятно. Что это такое? Похоже, радиочастоты. УКВ, УКВ, УКВ. А, тут даже есть какие-то заметки. Скудные и непонятные. Радиочастоты для чего? Погодите, радиочастоты! А это случайно не связано с нарко... ПОГОДИТЕ! Там наверху кто-то живет. Не связано ли это с наркоторговлей? Радиочастоты там в грузовике у наркобарыги... Так, так, так. Непонятно. Это выглядит как кровяная система, разделенная на вены и капилляры сосуды. Очень разветвленная. Возможно, это схема поставки наркотиков. То есть, мы имеем дело с медициной, должно быть какой-то изощренный обращение... Нет. Вот так вот? Думаешь? Сессия состоит из радиостанции. Все линии сходятся в сердце сети, на котором написано частота мастера игры. Мастер игры. Или, возможно, это относится к игровой студии все-таки. Рядом приписано. Можно слушать любые станции, какие захочут. Должно быть, у них была очень широкая выделенная полоса. Это не дешево. Так... А кто такой этот мастер игры? Кто-то очень важный. Блин, смотри сколько... Еще одно очко навыков приехало. Хо-хо-хо! Так, проводник сотен веток с историями, что проходит на частоте мастера игры. Если это игра, кто в ней играет? Тот, кто решил позвонить на станцию, прием звонков. Похоже на то. Список названий под станциями говорит о том, что в игре могли участвовать люди с шести изол. Мунди, острова... Острова Лея, Катла, Град, Самара и даже Ильдемарт. У маленькой студии, арендовавшей здесь подвал, просто не было шансов воплотить в жизнь такое. Что еще? Ничего, просто линии на плитке. Эхо давно ушедших времен. Эти камни уже много лет никто не использовал. А, этот камин. Эти камни, этот камин, да. Еще одно очко навыков. У нас их уже два. Чему я несказанно рад. До сих пор их никуда не распределил. И в пять. Так, видимо, это все-таки не связано с наркотиками. Ладно, включить машину. Машина загорается, словно доисторическое животное, провождающееся от основной клавиатурой. Подсвечу зеленую клавишу воспроизвести и печать. Крышка центрального отсека машины широко распахнута. Взглянуть в отсек. Внутри пусто, словно в улье без пчел. Некоторые кабели отключены и висят без дела. Имеющийся у тебя узловой блок памяти, идеально я поместился бы в этот отсек. Вставить произведенный график. Узловой... Спасибо. Узловой блок плавно встает на место, как идеально подогнанный ящик комода. Клавиша воспроизвести начинает мигать. Воспроизвести. Обтянутая тканью коробка прямо над клавиатурой начинает тихо гудеть. Через планарно-магнетическую головку машины пробиваются помехи. Помехи становятся громче, медленно заполняя покинутое помещение. Затем воздух прорезает голос старый и дребезжащий. Восточно... Так-так-так. Восточно-астровальский ретранслятор. Добрый вечер. Фортресс-эксидент. Рюдсенгислен. Это восточный астралийский ретранслятор номер один. Пожалуйста, подтвердите. Это воспроизведенный график? Что такое воспроизведенный... Так-так-так. Почему вы назвали меня Фортресс-эксидент? У меня пока все. Давайте вот это вот. Вы вставили узловой блок памяти в считывающее устройство. Вы имеете в виду ту светящуюся штуку? Ну да, спасибо за объяснение. Это был вопрос. Вы вставили его в ядро? Да. Хорошо. Пожалуйста, подтвердите пароль. Пароль, конечно, тут нужен. Пароль. Ну да. Вот почему для этого нужен администратор-человек. Пароль? У меня нет пароля. Вы можете немного вызвать? Это полиция. Пожалуйста, откройте эту штуку. Голос повторяет заученный текст. По договору я обязан защитить конфиденциальность Фортресс-эксидент-держателя блока узловой памяти. Я не могу предоставить вам доступ к этому блоку узловой памяти. Не зарегистрировав предписание в Линтел. И Интел. Линтел. Ну да. А теперь не могли бы вы подтвердить пароль? Снова спрашивает голос из машины. В этом влажном воздухе он звучит очень холодно. У меня плох пароль. Можете подсказать? Нет. Система подсказок не входит в протокол ретранслятора. Пароль мой день рождения? И слова нет. Я не знаю пароль. Ответ получен. Я зарегистрирую попытку входа в систему. Не переживаю. Пароль имеет свойство рано или поздно всплывать. Фортресс-эксидент. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Попробовать пароль для презентации. Почему вы назвали меня Фортресс-эксидент? Фортресс-эксидент это компания на имя, которое зарегистрировано, используем вами в данный момент терминал. Вам известно что-нибудь об этой компании? А, дай минуточку. Ты слышишь как она листает каталог, потом продолжает зачитывать. СКА Фортресс-эксидент. Производит уникальные интерактивные радиоигры с функцией дозвона. Так написано в каталоге радиоигры, прикиньте. Ух, концептуально. Такой интерактивный радиоигры с функцией дозвона. Ее ответ утопает в помехах. У вас остались еще какие-нибудь вопросы? Раздается еще один вопрос, когда качество связи так. Кто у машины или человек? Я человек, меня зовут Ивон, мне 74. Хорошо, но кто вы такая, откуда вы знаете где? Я работаю специалистом по подтверждению паролей в Восточно-Острово-Алийском трансляторе. Моя работа знать, где вы находитесь в Фортресс-эксидент. Что касается меня лично, ее речного перерыва от помехи. Сижу в своей кабинке со всех сторон, окруженная радиоточками. Трепет. Остров на реке Эсперанс. Маленькая женщина кожа до кости сидит в комнате, заполненной радиооборудованием. В ее очках отражаются тысячи крошечных огоньков, словно звезды во тьме. Теперь скажите, пожалуйста, могу ли я так выключить. Спасибо, до свидания. Голос по желудам исчезает вместе с помехами. Так. Печать. Ничего не происходит. Уйти. Я думаю, что в холодильнике... Давайте опять. В холодильнике что-то должно было быть и, возможно, Куна это что-то украл. Обязательно нужно будет с ним поговорить об этом. Сейчас быстренько пробежимся по гаражу с медведем. И потом нужно будет пойти опросить нашего свидетеля. Пока время есть. Забираем деньги. Забираем. Опять у нас для восстановления мораль. Блин, мне бы лекарство. Стена обрушилась, теперь здесь не пройти. Центральный котел. Толстый слой сажи покрывает котел, окрашивая его в неприглядно черный цвет. Заглянуть. Внутри темно. Все в саже. В темноте ты слышишь какое-то щебетание. Оно доносится сверху. Голос или... Или несколько голосов разговаривают рядом с курильной... С курилкой... Наверху. Эхо такое сильное, что невозможно разобрать слово и распознать источник звука. Что происходит? Может звук идет из-за того, что... Из-за того защитного экрана, что ты видел наверху. Нужно провести расследование. Нужно, блин! Я бы сходил туда. Или может у тебя опять похмелье. Смазать руки. Теперь сажа густо покрывает кожу, забиваясь в морщины. Твои руки выглядят древними. Пнуть котел. Черт. Я два раза чуть не сдох. Зачем я его пнул? Гулкий звон отражается от котла. Ты ушиб... Ты ушиб большой палец. Я просто молодец, блин. Я красавчик. Погнутое железо, разбитое стекло. Твой путь усеян сломанными вещами. Ты разрушитель. Погибель неодушевленной материи. Взгляни на мои великие деяния и устрашитесь вещи. Нет, я лишь бессильный человек, пытающийся выместить свое бессилие на обыденных вещах. Да, вот так вот. Смотри, пакет из-под полока на полу. Почему бы его не разрушить? Отличная идея. Получи, чертов пакет. А ты во всем виноват. Нет, на самом деле мне жаль вещи, которые я сломал. Для прав. Разрушители себя так не ведут. Больше похоже на серьезные проблемы с управлением гнем и неуважение прав частной собственности. Так. Мне надо где-то раздобыть лекарства, потому что это все плохо. Это все очень плохо. Машина для производства мороженого. Отключена от сети и разморожена. Я могу еще раз в холодильник заглянуть? Закрыть дверцу. Не было там куба. Ты кто такой? В свете фонаря появляется странная тень. Здесь есть дверь. Опа. Дратути. За трубами спрятаны две ржавые винтовки. Ого! Дыра в стене. Несколько хрепчей выпало, открыв нишу в стене. Слишком темно, чтобы разглядеть, что там. Это еще что? Потайная комната, полная крыс, пауков и мокрец. Похоже на старый тайник оружия времен революции. А тут дыра в стене. Так и есть. Внутри лишь мрачная темнота. Не суй туда руки. Засунуть руку в дыру. Конечно же. Надо же последний медикамент отрасходовать. Ты протягиваешь руку в темноту, шаришь среди паутины и нащупываешь несколько спрятанных там ржавых винтовок. Большинство из них сильно повреждены и пришли в негодность. Но одна винтовка привлекает ее внимание. Скользящий затвор. Ложа из ценных пород дерева. Взять. Спасибо. Хорошее табельное оружие для хорошего полицейского. Жаль, что винтовка вышла из строя. Похоже, уже много лет назад. Кто-то оставил здесь винтовку. Что это значит? Это значит, что в Мартинезе все еще можно найти тайники с оружием. Пусть и не рабочим. Довольно занятное совпадение. Может еще пригодится. Ты еще не знаешь, как именно. Все равно может. Но все равно может, да. Хорошая находка. Не зря ты спустился в подвал и это осмотрел. Сам рад этому. Под потолком кто-то спрятал сломанное оружие. Тут куча сломанного оружия. Предметы. У нас есть открытка. У нас есть винтовка. Что хорошо. А еще у меня опять завис курсор. Блин, какие-то. Не люблю. Ладно. Замерзшая машина для произведения мороженого все еще работает. А! Возможно здесь у нас будет этот куб. Оранжевая машина гудит, словно старая подводная лодка. В верхней части холодильника имеется ручной миксер для мороженого. Крышка перемерзла намертво. Повернуть ручку на машине для мороженого. Ты поворачиваешь ручку и испытываешь от этого странное удовольствие. Как будто соприкасаешься со своими детскими мечтами. Где-то капает вода. Попробовать скрыть. Погоди. Уйти. Взять все. Ой, я нашел еще одну обезболочку что ли. Хорошо. Электрический щиток. Из щитка выходят два кабеля. Красный уходит к медведю холодильнику. А черный ведет к стоящей рядом машине для производства мороженого. Погодите. Я пока ничего не буду отключать. Провода ведут в электрический щиток. Это понятно. А, майка. Один в драме. А, куда это я выйду? Погоди. Я что-то в последнюю секунду только заметил, что это выход. Давайте в какое-то новое место, пожалуйста. А, это просто выход, кстати, на улицу. Я сюда, по-моему, раньше не мог выйти. Или... Я все это время мог сюда... Серьезно? Я просто не пытался? Тут есть еще что-то. Окно в подвале. Из окна видны ноги прохожих. Денежка. Так. Я подозреваю... Что? Я подозреваю, что... Вот, во-первых, вот это мне понадобится. Во-вторых, я сейчас могу себе ногти обломать, пытаясь открыть эту штуку. Грубая сила. Скрыть крышку. Недостаточно надежная монтировка. Минус 20. В перчатках удобнее. То есть, да, монтировка мне дает возможность скрыть крышку. А с этим... Попробовать открыть. Ты просовываешь пальцы под замерзшую крышку, однако след слишком холодный и не дает хорошенько ухватиться. Здесь пригодилась бы монтировка. Да, я понял. Нет, этого будет недостаточно. Здесь нужна какая-нибудь супер монтировка. Может быть, даже не пытаться открыть эту крышку обычным инструментом. Пустая трата времени. Я уже это понял. Спасибо, детектив. Чтобы еще раз попробовать открыть крышку, нужно взять монтировку в руки. Да, я знаю. Спасибо. Я думаю, что, возможно, нам нужно... Отключить... Кабель. Во-первых, холодильник. Отключить толстый красный кабель. Труп мы все равно уже увезли. Треск электричества в помещении становится намного тише. Отключить черный кабель. Рядом с тобой что-то умирает. Издав тихое электрическое урчание. Уйти. Включить-то я их всегда смогу. Я думаю, пока что мы уйдем. Пусть оно оттает немного. Ф5. Как раз у нас полдесятого. Все, я думаю, тут мы совсем разобрались. Надо было еще поговорить с теткой в магазе. Но... Сейчас мы пойдем разговаривать с нашим свидетелем. Сейчас я вспомню, как туда добраться. С фонариком бегать. Наверное, я, кстати, пока уберу фонарик. Мне кажется, это был бы неплохой день. Так, и... Не-не-не, о чем ты думаешь? Вот тена. Что это тут у нас? Мост. Мост с выпавшими гвоздями, прогнившими досками, скрипящими на метро висели... Вопиющее нарушение строительных норм. Да пофиг. Сдохну так, сдохну. Круче меня, врибашоли только. Думаю, я все же рискну. Ну, давай, только осторожнее. Малиша, неверное движение может дорого тебе стоить. А я раньше сюда ходил? Ну, да, вроде ходил. Что тут такого-то? Сейчас, я вспомню. Мы как-то через внутренний двор проходили. Или, мне кажется, или... Ой, тут там дверь открыта. Черт, мне туда надо! Хорошо. Если мне нужно сюда... Это все-таки через мост, да? Да, хорошо. Блин, мне нужно сюда наверх как-то попасть. Это же танцы в тряпье, крыша. Как мне туда попасть? Да, я ходил по этому мосту тысячи раз, да? Вот же этот проход. Вы что, ребят? Что это за мысленным сейчас такая дикая попала в голову? Так, нам вот сюда вот надо. А сюда я могу попасть вот через... Через здесь, наверное, да. Вроде как сюда мы должны выйти. На балкон, да, там надо... Какая там квартира была? 29-я вроде как. Чтобы я помнил, это было так давно. Да, вон этот чувак. На высотке веднеется бордовая свечение городских этих. Вдалеке слышен шум машин, на город опускается ночь. Наконец-то, блин, мы можем с этим свидетелем потрындеть, потому что это было чертовски долго. Я, конечно, думал о том, чтобы бросить. Но ради чего? Колечко на балконе. Жандармерия, вы нашли меня. Молодой человек с балкона широко улыбается и вновь затягивает сигареты. Его стройную фигуру подсвечивают городские огни, далекие улицы и автострада сверкают словно бриллианты. И его рубашка до сих пор расстегнута. Я нашел ключ, спрятанный под камнем. Твой? Да, мой. Ко мне иногда заходит в гости друг, это для него. Он смотрит на тебя, и в глазах у него загорается огонек. Так вот здесь, чтобы снова все наладить, такая у меня цель. Если честно, я просто стараюсь не особо напортать, что мне просто... Не просто наладить, а вывести сногсшибательный уровень. Я надеялся... Ну, ладно. Да. Чудесно. Говорит он снова. Уличный фонарь, отбрасывая тени на его лицо, подчеркивая изящные скулы. У меня для вас хорошие новости. Сегодня у меня мой воскресный друг. Я рассказал ему про вас, и он хочет поздороваться. Заходите, он уже ждет. Кивает юноша на дверь с номером 28. Вид отсюда просто отпадный. Да, поэтому я выбрал это место. Он смотрит, далее огонек, его сигареты олеют в темноте. Мартинес особенный, правда? Зачем я говорить с твоим другом? Вам понравится, поверьте. Очень хорошо. Давайте. Это мило, но мне правда нечего вам сказать. Мне нужен... Вам нужен мой друг, а не я. Он вновь затягивает свои сигареты без фильтра и осматривается. Становится темнее. Одно с другим разгорают в соседские окна. Внизу кошка проходит по двору и исчезает в кустах. К тому же, мне пора бежать. Что-то подсказывает тебе, что ты никогда больше не поговоришь с такой яркой, загадочной личностью. Куда бежать-то? В город. Он жестом показывает куда-то в сторону далеких автострад. Сегодня чудесная ночь. Мужчина на высоких каблуках вываливается из двери подвального клуба. Музыка гремит на весь район. На улице свяжу, и когда вещество попадает в его нервную систему, кожа покрывается мириадами мурашек. Только если ты пообещаешь, что мы еще поговорим. Это важно. Мы поговорим. Уверяет тебя курильщик, запустив себе, потерни себе волосы. Просто не сегодня. Получено 70. Уровень. Новое задание. Возьмите показания. Берегись. А ладно, говорит он, с очередной безудержной... Обезоруживающей улыбкой. А потом растворяется в ночи. Снова ушел. Так-то по-хорошему мы должны были поговорить с ним вчера. И тогда сегодня мы бы встретились с ним заново. В Торнедоцине 37. Ф5. Нам сюда вроде как. Он же возле этой двери стоял. Что нам расскажет друг? Это очень интерес... Йопаресетэ. Ежеквартальный деловой журнал. Пустая пепельница. Как видите, я не успел... Ладно. Тарелки отмокают в кастрюле. Логично. Все так делают. Флайер на... На подпольные вечеринки. Круто. Даты открытых лекций в местном университете. Я сначала все точки интереса посмотрю, потом поболтаю с этим перцем. Изысканная металлическая кровать с балдахином. На старых газетах стоят ведра с краской. В воздухе витает аромат дорогого мужского парфюма. И вот это я, к сожалению, не успел, зараза, прочитать. Ладно. Потому что я нажал одновременно. Выходной шелковый халат с драконом. Драмы электрохимия. Спасибо, я заберу. А что тут? О, логика и внушение. Тоже заберу. Как бы много, не мало, знаете. Поэтому пофиг. У нас тут майка. Один к драме. А рубашка у нас минус один к внушению. Но плюс концептуализации. А эта майка. Один к грубой силе. Черт, они выглядят, конечно, отвратительно. Но... Так. Ты у нас трепет и полицейская волна. А ты у нас драма и электрохимия. Трепет и... Потому, кстати, у меня трепет так возрос. Хорошо. А шляпа у нас логика и эта... А эта шляпа у нас электро... Знаете что, я, наверное, черную майку, что ли, одену. Выглядит... Все стало, конечно, отвратительно. Но теперь один к драме. И, по крайней мере, я в себе минус внушения убрал. Так. Вот тут у нас минус один к драме. F5. Ну что ж, поговорим с твоим другом. Так называемым. Воскресный друг. Сотрудники ревашульской гражданской милиции. Одетый в повседневном деловом стиле. Мужчина расстегивает запонки. У него чистые и ухоженные руки. Этот человек понимает, насколько важна внешность. Меня зовут Шарль Вильдруа. Я чиновник в коалиционном правительстве. Я работаю в институте Стабилеон Цен по заданию из Сюр-Ля-Клея. Я слышал, как вы говорили снаружи с моим другом. Замечательно. Супер. Я готов помочь вам, как только смогу. Спросите меня о повешении. Фига ли? Повешение? Какая скука. Он выглядит культурным джентльменом. Лучше поговорить с ним о более тонких материях. Прежде чем мы продолжим, я просто обязан поинтересоваться, что за удивительный балдахин. Ах, да, у моего друга талант. Находить такие вещи, он отказывается говорить, где достал кровать. Утверждаю, что это тайна. Улыбается. Он, кажется, такие, называются индустриальными. Они очень удобные. Собственно, это все, что я могу рассказать. Он складывает ладони домиком и за балкона двери тянет холодом. Вы видели расправу своими глазами? Ну-ка. К сожалению, это так офицер серьезно кивает мужчина. Не потому ли, что вы это и сделали, господи? Начните сначала, если вам не сложно. Описать то, что я видел той ночью, будет непросто, а офицер. Тогда все оказалось мне сюрреалистичным, словно в спектакле. Он протягивает вперед руки и раскрывает ладони, как преподаватель актерского мастерства, который задает сцену. То есть это было увлекательно? Нет-нет, мотает голову мужчина. Я хочу сказать, что это было так странно, что едва мог поверить, что это происходит на самом деле. Я был на балконе, когда все это случилось. Дышал воздухом. Помню, как сначала они притащили напоминающие тело куль, а потом у всех окон вокруг начали задергивать занавески. Грядяту сознание. Круто. Тогда-то я и понял, я не должен был этого видеть. Кто такие они? Вы можете их описать? Мне плохо было видно их лица. Их было довольно много. Но если они, они себя, навели они себя очень шумно и очень, он запинается, запинается подыскивает подходящее слово по-мартинесски. Скажем так, рабочий класс бывает весьма выразительным в ругательствах. Сколько их было? Точно не могу сказать. Меньше десяти. Может быть, восемь? Звучит знакомо. Это совпадает со следами на месте преступления. Среди них был здоровяк весом кило под двести. Вы описываете какого-то великана. Нет, это всего лишь... Они были всего лишь людьми, насколько я мог судить. Что потом? Я вернулся в комнату. Погодите-ка, так получилось... Так получается, что саму расправу вы не видели? Офицер во дворе темно. Было темно. Хоть глаз выкали. Смотреть-то и не на что. Но я слышал их голоса. Угрожали убить беднягу. Это были мужчины или женщины? Думаю, все были мужчинами. Но опять же, я толком не разглядел. Это не сходится с тем, что тебе известно. Не забывая про дальнобойщицу. Вы уверены, что среди них не было хотя бы одной женщины? Возможно, офицер. Но с уверенностью сказать не могу. Я же сказал, было темно. Может быть, это были гойка? Кипты? Ну или чудные косоглазы? Давайте, что дальше? Вот это и есть самое странное, офицер. Ничего не случилось. Для публичной расправы было необычайно тихо. Что значит, ничего не случилось. Парни линчевали. В какой-то момент их крики стихли. И все. Не было ни выстрелов, ни торжествующих возгласов. Ничего. Потому что он был уже мертв к этому времени. Мы это уже выяснили. Почему вы не вызвали РГМ? Мужчина потирает очки. Тут вы правы. Конечно, в таких обстоятельствах это действительно правильный поступок. Но я был в состоянии шока. Боюсь, что больше мне нечего добавить. Может быть... Может хотя бы сказать, во сколько это случилось? Знаю только, что поздно. Во сколько мне... Позвольте мне прояснить. Самого повешения в итоге вы не видели, верно? Нет, труп я увидел только на следующий день. Спасибо. Так, для РГМ все что угодно. И что такое чиновник делает в такой дыре? Ладно, делает в Мартинезе. Коалиция стремится достигнуть стабилизации. Он поднимает указательный палец. Информация. Это убийство. Как болезнь среди нарушающих... Как болезнь сердца нарушающая... Циркуляция экономики. Ее нужно контролировать. А экономика влияет на все международное общество. Так что в контроле за ней должен быть международный контроль. Хорошо, что вы делаете здесь, в этой квартире? Оу, я здесь... Я делаю здесь ремонт. Очень интересный проект. Это здание было 12-этажным небоскребом. Пока 4 верхних этажа не снесли из пушек. Конечно, это случилось, когда здесь высадились силы коалиции. Он улыбается. Можно сказать, что я частично компенсирую материальные ущербы, которые нанесли международные сообщества, когда мы появились? Что, какой ты бюрократ? Да, как я уже говорил, я уполномоченный Исюр Лекле. Работаю в институте стабилитет цен. Он бросает взгляд на человека. Это один из главных проектов Моралинтерна. Стоп. Так, у них действительно есть институт стабилитет цен? Или, может быть, господин с этими моралистами не поймет, шутит он или говорит серьезно? Что это за международное сообщество? Так Ревошольцы в разговорах называют коалицию. Другими словами, союз наций, остановивших разрушительную революцию. А что такое стабилитет цен? Это самая важная штука на свете. Это не о чем не говорит. Это главная цель любой разумной монетарной политики. Поддерживать стабилитет цен. Крайне важно для сохранения высокого уровня экономической активности. А она, в свою очередь, позволит бороться с безработицей. И это ключевой фактор для поддержания стабилитет цен. А нам какой-то этого толк? Возьмем, к примеру, хоть бы хлеб наш насущный. Слишком высокая инфляция. Хлеб становится вам не по карману. Слишком высокая дефляция. И он такой дешевый, что... А, слишком высокая дефляция. И он такой дешевый, что пекарю нет смысла работать. Именно поэтому институт стабилитет цен работает над тем, чтобы держать инфляцию чуть ниже 2%. Ниже 2% чего? Но не сильно ниже. Нет, сильно ниже это только плохо. Должно быть ниже, но близко к 2%. Вообще не отвечать на мои вопросы. Коалиция убеждена в том, что общественность обязательно нужно информировать о важности стабилитет цен. Прозрачность один из наших принципов. Хотите взять информационную брошюру? Давай брошюру. Разумная монетарная политика необходима для борьбы с неопределенностью. Стабильность это raising the tree. Моралитарно. Вот почему я определяю себя как моралист. Он обхлопывает себя по карману. Увы, большего у меня сегодня с собой нет. Очень жаль. Но вы можете позвонить на нашу справочную линию. Моралитарно выступает за доступную информацию, исходя из принципов открытости. Я раньше слышал о моралитарне, но хочу узнать больше. Международная организация моралистов. Моралистический интернационал институт стабильных цел. Однако из него одно из его многочисленных детищ. Как и коалиция. Вы моралист? Разумеется. А я моралист? Ну, вы цените свободу. Вы верите в нормальный стабильный мир, в котором правят демократические ценности. Ну, что такое нормальный стабильный мир? Акцидент. Это нормальный мир. Уранья, Сюр-Лакле, Мартинез. Не кажется мне, да, стабильным. Мартинез, нет. Мартинез, это нечто другое. А что насчет остального Ревашоли? Он считается нормальным миром? С Ревашоли все сложно. Здесь временное правительство. Это значит, что до полной демократ еще надо дойти. Ну, а движение вперед есть. Но движение вперед есть. У вас отлично получается. Если говорить относительно. Он одобрительно кивает. Ну, что ж. Морализм, демократия. У меня такое ощущение, что всякий раз говорю с людьми, выбираю вариант 4. Ничего из перечисленных. Это и есть морализм. Что я моралист? Похоже, морализница дико... Вот это вот. А этот вариант 4 обычно самый разумный ответ? Да, потому что все остальные уже за грани. Словно все вокруг меня рехнулись. Похоже, что вы действительно моралист, друг мой. Добро пожаловать. Морализм это компромиссия и достижение достижимого. Это прагматичная, реалистичная и уравновешенная идеология. Идеология для тех, кто делает дело. Вы из тех, кто делает дело, друг мой? Мне кажется, что да. Ну-ка, про вот это расскажи мне. Что тут рассказывает? Сюр-ла-Клее. Современная урбанизированная страна, которая находится на первых строках индекса человеческого развития и свободы. Но в основном она известна как административный центр Эпис. Кроме того, это шедевр, щедрый спонсор развивающихся наций. Ревошоль лишь одна из многих ее любимчиков, чей прогресс она поддерживает и ценит. Что делать Ревошоль любимчиком? Любимчиков не может быть официальным термином. Ну-ка. То, что значительная часть ревошольской культуры ведет свое начало именно из Сюр-ла-Клее. Ваш язык, ваш народ и даже ваша кухня, по крайней мере, в центральной области Дельта. Международные зоны счастливо избежали любви жителей Сюр-ла-Клеев к фрикаделькам и картофельному пюре. Хорошо. Об Аранье расскажи. Аранье это образцовая нация, которая, будучи одним из основных членов Эпис, финансирует 28% нашего годового бюджета. Вместе с Сюр-ла-Кле Аранье, пожалуй, самый выдающийся участник международного сообщества. Какая из них больше соответствует идеалам Эпис? Обе страны входят в число основателей. Это значит, что обе соответствуют идеалам в Аранье. Блин. Интересное название какое. Хорошо. Большой политический вес. В Сюр-ла-Клее занимается экономической стороной дел. Там находится штаб-квартира основных учреждений Эпис. Хорошо. Но если брать Эпис, что такое Аранье? Экономика Аранье одна из самых развитых в мире. Она успешно перешла в тяжелую промышленность и продвинутым услугам в целом служит локомотивом устойчивых изменений в международном сообществе. Но он так ничего не сказал тебе про Аранье. Вы можете по-нормальному разговаривать? О чем? Об Аранье. Просто расскажите мне, как там живется. О, это очень урбанистическая, очень хорошо организованная страна. На улицах чисто. Конки ходят по расписанию. Люди вежливые, трудолюбивые. Как же я уже говорил, это пример, которым должны следовать все менее развитые нации. Хватит. Хорошо. Вы можете рассказать тебе о своем друге? А, мой друг? Мой друг. Славный молодой человек. Его семья приехала сюда из Кедра, и жизнь обходится с ним сурово. Но он понимает, насколько важно получить образование. Он взял будущее в собственные руки, и это самое важное. Что такое Кедра? Кедра, это кандидат в члены Эпис, но между нами, говоря, ее потенциал членства, вопрос довольно спорный. О чем это вы? То, что этого никогда не получится. Они начали переговоры в 21-м году, и с тех пор все только откладывалось. Что это за Эпис, о котором вы говорите? Эпис, это совершенно особая программа, которую разрабатывала Моралитерн для поддержки ряда акцидентальных наций. Она выросла из единой системы меры весов, которая снискала огромную популярность. Один только килограммы и сантиметры, куда не кинь взгляд. Ну, логично. Ох, как хорошо. Нет ничего лучше стандартизации, основы рациональности и торговли. Успех был таким, что мы расширили программу доэкономического союза по производству стали, и вновь успешно. И только между нами Моралитерн воодушевлен этими успехами настолько, что готовы ввести Эпис на новый уровень. Что это за новый уровень? А что это хотя бы означает? Само собой, это означает прогресс и стабильность. Каким Моралитерн в целом? Ясно, понятно. Да нет, что обозначает буквы? Кстати, что обозначает буквы? Это было оглушительно, не произнесли успех, и нам не терпится выйти на новый уровень. Вы вообще слышите, что я говорю? Национальный политический альянс, Соединенные государства, акциденты. И что там будет, как здесь? То есть, как Ревошоли? Нет, это будет прозрачная демократия. А в Ревошоли войдет в Эпис? Когда-нибудь он обязательно станет кандидатом в члены, я в этом не сомневаюсь. Вот только кандидаты в члены полноправными членами не становятся, не так ли? Разве не говорили, что кандидаты никогда не становятся полноправными? Нет-нет, кандидаты становятся членами. Иначе к чему надо было бы вообще придумывать всю систему? Просто на это нужно время. Время и тщательная оценка. Но мы говорили о моем друге, а не политике. Усмехается он. Я хотел поговорить о другом. И пока что все. Мы... Так, 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 так. Погодите, почему мы не можем поговорить? Вы узнали от меня все, что хотели? Боюсь, что после того, как вы уйдете, мы уже больше не сможем поговорить. Погодите, почему не сможем поговорить? Дипломатические протоколы. Я не рекомендую должностному лицу в моем положении обсуждать убийство с местным стражным порядком. Он делает паузу. К тому же у меня мало времени. Когда вы идете... Я тоже отправлюсь по делам. Продолжить. Я никогда не ухожу. Просто хочу осмотреться в квартире. Конечно, без проблем. Здесь очень красиво. Он... Он... Обрасывает взгляд... Отбрасывает взгляд. Скажите, если у вас будут еще вопросы. Смотрят на часы. Так, вопросы. Во-первых, у меня мысли созрело. Национальная гордость за Ревашоль. Ревашольское государство будет безмятежным местом. Надо бы выпить чудесным безмятежным местом волшебства и мира. В чем... В нем бы не... В нем бабы не смогут от... Блин, офигеть, какой мелкий почерк. Отправлять нас своими слабостями... Отравлять, видимо, нас своими слабостями и истериками. В нем семенинцам не позволено будет носить свои штаны спущенными до лодыжек. Ничто этого не останется, как только ты выпьешь. Социалистическую профессию мы выметим метлой. Поганой метлой издевать. Издатели Тромиле Моид будут просить милостыню на улицах. А ты будешь лить пиво в их протянутые шляпы и хохотать. Надо бы взять пиво. Один к боевому духу. Два физики принять. Хорошо. У нас почти все мысли уже сформировались. Минус один от боевого духа. Черт. Ладно. Давайте мы здесь пока что остановимся. Потому что нам еще стоит обсудить с ним некоторые вещи. Но просто сейчас мы этого не успеем сделать. Сделаем это в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодушек. И всем пакеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон